Не пейте кока-колу и подобные газированные и сахаросодержащие напитки. Это очень вредно. Гораздо полезнее пить, например, настой шиповника. И сейчас я расскажу, как правильно заварить шиповник, чтобы он принес максимально пользы вашему здоровью. Первое. Настой или отвар шиповника нужно пить курсами не более 30 дней. Особенно, если вы готовите насыщенный раствор. Если же вы готовите напиток ненасыщенный, то можно, в принципе, полтора месяца употреблять данный ценный состав для здоровья. Как правильно это делать? Ну, идеальный вариант найти очень качественный термос. Ну, например, у меня это термос 75-го года. Военный термос. Он держит двое суток тепло. В принципе, можно найти и современный термос, но чтобы он реально был качественный и очень долго держал тепло. И не просто тепло, а высокую температуру. Для профилактических действий и просто для укрепления нашего организма, а также для наполнения его ценными элементами и витаминами, напиток необходимо готовить так. Покупаем в аптеке сухие плоды шиповника. Вот они. Кстати, они абсолютно недорогие. У нас они стоят половина доллара. То есть, если перевести это на рубли, это будет примерно 35-40 рублей. Но в каждом регионе может стоить он по-разному. В любом случае, это напиток ценный и недорогой. И максимально полезный для вашего здоровья. Как для взрослых, так и для детей. Итак, берем литровый термос и чистейшую воду. Воду необходимо закипятить, чтобы она кипела. Далее, берем 3 столовые ложки с горкой наших сухих плодов. Засыпаем их в термос. И заливаем кипящей водой. Необходимо это делать с вечера. Далее, утром обязательно необходимо через 12 часов все процедить. Наш напиток уже готов. Можно его отставить в какую-то баночку или в графин. И в течение дня принимать, выпить в течение дня этот литр напитка. Желательно это делать до еды или в перерывах между едой. Далее, если у вас проблемы с печенью, с желчным. Если вы более сильно хотите, чтобы данный напиток воздействовал на ваш организм. Рецепт такой. Берем полторы ложки нашего шиповника. Необходимо его измельчить на кофемолке. Дальше, берем чистейшую кастрюльку и 300 миллилитров чистой фильтрованной воды. Засыпаем в воду наши полторы ложки измельченного шиповника. Нагреваем до кипения. И кипятим ровно 3 минуты. Очень осторожно, чтобы ничего не переворачивалось. Чтобы вот просто вода покачивалась. Все, после 3 минут выключаем пламя. Отставляем нашу кастрюльку. И накрываем ее крышечкой или тарелкой керамической. Чтобы хорошо здесь все настоялось. Настаиваться желательно в течение часа. После этого фильтруем наш раствор. Принимаем его также до еды. 3-4 раза в день вот эту дозу выпиваем. Такой более концентрированный раствор можно пить не более 25 дней. Особенно, если у вас проблемы с желчевыводящими путями. Или густая желчь. После того, как вы отпили определенный курс, о котором я говорил. Необходимо обязательно сделать 2-3 недели перерыва. После такого перерыва можно повторять несколько курсов. 3-5 курсов. Всю полезную информацию дополнительную я размещу под этим видео в описании. Почитайте, насколько полезен данный напиток и вообще плоды шиповника. Вот и все. Читайте описание и будьте здоровы. Следите за обновлением. Все ссылочки будут в описании. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик. И тогда вы первыми узнаете о том, что вышло именно ваше видео по вашей проблеме. До новых встреч на моем канале. Не забудьте поставить мне лайк, если вам понравилось это видео. И встретимся еще.